Бетон Суперсооружение Бетон Вначале он жидкий, а застыв становится твердым, как камень. За это удивительное преображение его прозвали «жидкий камень». Он служил кровоугольным камнем для инженерной науки веками. И он ценится превыше всех прочих строительных материалов не без причины. Люди воспринимают бетон как нечто само собой разумеющееся. Это легко, его видишь каждый день в виде тротуаров и дорог, но на самом деле никогда не было стройматериала, который бы с большими основаниями можно было считать чудесным. Бетон везде. Как средство инженерных работ он обладает почти неограниченным потенциалом. Ему можно придать почти любую форму. И он является становым хребтом множества различных сооружений. Суперавтомагистралей. Громадных мостов. Рукотворных каналов достижений инженерного искусства. Гигантских плотин архитектурных чудес. Высочайших небоскребов мира. И этот чудо-материал заставляет призадуматься над вопросом, как же из бетона получается столько всего. Я много где работал, в разных местах. И в основном у всех есть свой собственный рецепт изготовления бетона. Я даже представить себе не могу мир без бетона. Основной рецепт бетона чрезвычайно прост. Песок, дробленый камень, называемый заполнитель, вода и сердце бетонной смеси. Цемент. Цемент – это серое порошкообразное вещество, которое действует как клей, скрепляющий все составляющие бетона. Цемент покрывает и обволакивает гравий, песок и камень, и тем самым склеивает и связывает все воедино. Чтобы сделать цемент, нужны известняк, глина и другие составляющие, такие как железо. Эти ингредиенты дробят и стирают в порошок, который засыпается в печь. В громадных цилиндрических вращающихся печах смесь нагревается до температуры 1482 градуса Цельсия. Смесь частично расплавляется, становится почти жидкой, и при этом формируется новый компонент. Комья размером примерно с гальку, который называют клинкер. После того, как клинкер остынет, машины размалывают его в тончайший порошок. Это и есть знакомый нам цемент. Цемент связывает ингредиенты воедино. Будучи добавлен к смеси песка, воды и дробленого камня, цемент вступает в реакцию и связывает исходные вещества в единое могучее целое. Ключевым элементом является вода. Ступив в реакцию с водой, цемент подвергается преобразованию, которое именуется гидротацией. В ходе этой реакции на поверхности каждой частицы цемента появляется ядро, которое растет и расширяется, и соединяется с другими ядрами, и прилипается к дробленому камню и песку в смеси. Цемент связывает эти ингредиенты. Затвердев, бетон превращается в конструктивный элемент современного строительства. Эта базовая технология оставалась неизменной в течение более века. На создание бетона совсем не такое простое дело. Чтобы сделать смесь правильно, требуется точность и безошибочное исполнение. Ингредиенты и временной расчет, будучи верными, усиливают друг друга. В каком-то смысле изготовление бетона, подобное изготовлению торта, существует множество рецептов. Можно получить разные оттенки вкуса, цвета, варианты текстуры, однако существует и множество разных способов испортить торт. Торт может не подняться, не пропечься или выйти совсем не таким, каким вы его задумывали. Правильный рецепт – это все. А последствия неверного рецепта могут оказаться самыми пагубными. Жители Мехико узнали это на собственном горьком опыте. 19 сентября 1985 года мексиканская столица содрогнулась от землетрясения в 8,1 балла по шкаре Рихтера. Землетрясение принесло убытков на 4 миллиарда долларов. При обследовании руин обнаружилось, что многие здания были выстроены из бетона не отвечающего стандарта. Да, мы видели примеры такого рода после землетрясения в Мехико. Когда используется низкокачественный цемент, да еще экономят на арматурном профиле. А в Мехико случаи того и другого имелись в избытке. Бетон не обладает расчетной сопротивляемостью, и в результате стена трескается и ломается. Рушится здание, которое в соответствии с расчетами должно было прекрасно выстоять и защитить жизнь и здоровье людей. Последствия этого землетрясения трагичны. По приблизительным подсчетам 10 тысяч погибли, и еще 50 тысяч человек получили ранения. Но если смесь составлена правильно, то сооружение из бетона способно простоять тысячи лет. Другие цивилизации, включая египтян, экспериментировали с бетоном. Именно римляне превратили бетон из вспомогательного строительного материала в основной. В Риме жидкий камень питал имперские устремления. Английское слово «concrete» — «бетон» даже происходит от латинского «concretus», что означает «сросшийся», «составной». Римский бетон содержит те же традиционные ингредиенты — песок, воду и тропленый камень. Но в него добавляли отложение вулканического пепла с пуциолийских холмов в Италии, и материал этот преобразился. Римляне были очень сообразительными архитекторами и инженерами, и они поняли, что если подмешивать в бетон отложение вулканического пепла с озера Пуццоле, то можно получить бетон, который становится очень твердым. Этот вулканический пепел оказался сцепляюще связующим веществом, и благодаря ему Рим получил чрезвычайно крепкий бетон. Это новшество дало римлянам возможность создать империю, возвышающуюся над землей. Бетон делается становым хребтом головокружительного ряда сооружений, от ведуков, бань и рынков. Но сегодня одно единственное сооружение является уникальным свидетельством крепости римского бетона. Пантеон. Пантеон – одно из величайших архитектурных сооружений Древнего Рима, с чудесной колоннадой, украшающей вход в здание, и громадным барабаном, который венчает потрясающий 47-метровый купол. И этот купол сделан из бетона. Сооруженный в 125 году н.э., пантеон простоял в самом центре Рима более 1800 лет. Это одно из старейших в мире зданий, функционировавшее бесперебойно. Это здание, некогда бывшее храмом римских богов, соединяет в себе элементы инженерного решения и художественной композиции, и нигде эта комбинация не проявляет себя с такой очевидностью, как в этом бетонном куполе. Этот купол, имеющий 43 метра в диаметре, является самым большим из всех, сохранившихся от древнего мира. До 15 века это был самый большой купол в Западной Европе. В отличие от современных куполов, которые, как правило, укрепляются арматурой, купол пантеона поддерживает только римский бетон. Сооружение купола из неармированного бетона, сопоставимого по размерам с куполом пантеона, это невероятное достижение инженерного искусства. Повторить такое в наши дни невозможно, потому что все сочтут, что шансы на успех подобного проекта ничтожно малы и не дадут осуществить такой проект на практике. Купол пантеона – это потрясающий пример долговечности римских бетонных построек. Чем ближе к верхушке купола, тем менее плотными становятся слои. А в самом слабом месте купола римляне сделали круглый проем, который уменьшает вес и нагрузку. Эти новаторские решения не перестают изумлять инженеров и почти 2000 лет спустя. На протяжении 1500 лет этот купол был самым большим из всех построенных человеком. Не так-то много существует инженерных сооружений, которые могут похвастаться таким рекордным долголетием, и потом все бесчисленные применения, которые римляне нашли бетону при создании акведуков и прочих сооружений, дорог, благодаря которым цивилизация и держалась. Так что очень трудно вообразить себе древний Рим без бетона. Пантеон, как гениальный прорыв в области инженерных технологий и архитектурных новаций, оказал влияние на множество будущих сооружений. Ротонда Томаса Джефферсона в Университете Вирджинии. Нижняя библиотека в Колумбийском университете. Но ничто не может сравниться с долговечной мощью Пантеона. После падения Римской империи бетон был разжалован во вспомогательные материалы. Бетон уже не излюбленный стройматериал. Все, что осталось, это блистательность инженерной мысли, воплотившейся в Пантеоне и других римских сооружениях, созданных из бетона. Почти 2000 лет спустя строители зададутся почти невозможным вопросом, как победить континентальный массив, разделяющий два океана. В нем содержится более 236 миллионов литров воды. Он проложил путь через самое сердце страны. По нему благополучно проходят более 12 тысяч судов каждый год. Панамский канал. Это не одна из величайших рек мира. Это полностью ракотворный водный путь. И материал, который удерживает всю эту массу воды. Жидкий камень. Бетон. К концу 19 века идея создать канал, прорезавший бы перешей где-нибудь в Центральной Америке, уже давно носилась в воздухе. До его сооружения. Путешествие морем из Нью-Йорка в Сан-Франциско означало, что придется проделать путь в 21 800 километров и пройти через смертельно опасные воды возле мыса Горн. Значение Панамского канала невозможно переоценить. Потому что до его появления всем кораблям, следующим из Атлантического океана в Тихий, приходилось огибать мыс Горн, который очень опасен. Там большую часть года бушуют страшные шторма и погибло множество кораблей. Из-за чудовищных штормов у мыса Горн много опытных моряков и драгоценных грузов отправилась на дно океана. Миру был нужен лучший маршрут. Более безопасный. 1 февраля 1881 года Фердинанд Делесепс, архитектор, построивший Суэцкий канал в Египте, принимает решение построить еще один канал через Панаму. На пути у него стояли 82 километра непроходимых тропических джунглей, чудовищная жара и подобной крепостной стене центральный горный хребет Панамы. Как можно прорезать главный водораздел материка? К несчастью, они не удосужились переговорить сначала со скальными породами. Но если бы самому черту вздумалось создать скальную породу специально на зло бедняге Делесепсу, он не смог бы выдумать ничего лучше этой. Как только она оказывается на воздухе, она окисляется. Ты ее выгребаешь, и она снова сползает вниз. Так что дело кончилось тем, что проект был сочтен неосуществимым. Проект Панамского канала Делесепса быстро привел к самым ужасным последствиям. 22 тысячи рабочих погибли под оползнями от тропических болезней и при динамитных взрывах. Через 8 лет французы отказались от проекта канала. Но проект французов провалился не только из-за болезней и множества смертей во время работ в горах. С точки зрения инженерного искусства их план имел недостаток. Американская экономика была как раз на подъеме, и молодая и амбициозная нация решила перехватить проект канала. Президент Тедди Рузвельт решил, что рабочим Соединенных Штатов такая задача по плечу. Американские инженеры извлекли урок из ошибок французов. Французы попытались создать канал на уровне моря, прорезав очень трудный рельеф. Точно так, как делалось при создании Суэцкого канала. Американцы вместо того использовали ряд камер, именуемых шлюзами. Шлюзы — это просто большие бетонные корыта, которые вы помещаете между двумя водоемами с разным уровнем воды. Вы помещаете бетонное корыто между ними, и эта корыта должно быть выше, чем водоем с наиболее высоким уровнем. А затем вы делаете ворота в обоих концах корыта. Эти резервуары с воротами наполняют водой. Так что корабли могут подниматься как по ступенькам. Корабль пересекает искусственное озеро, затем спускается по серии шлюзов на другую сторону. Это просто бетонная корыта с бетонными воротами в каждом конце, которая поднимает корабль с более низкого уровня на более высокий, или наоборот. И это, наоборот, прекрасно работает. Ворота открывают и впускают в высокую воду. Корабль вплывает, ворота закрывают, спускают воду по трубам сюда, корабль опускается, ворота открываются, и корабль свободен. Имея достаточно бетона, можно было надеяться запрудить реку Чаграс. Изменив ее русло, можно было заполнить искусственное озеро и заполнить шлюзовые камеры. А для шлюзовых камер лучше всего подходит бетон. Без бетона сооружение Панамского канала было бы немыслимо. Разумеется, каналы строили и раньше, это возможно, но учитывая масштаб и особенно цели, которые создатели имели в виду, сроки и графики выполнения работ, осуществить такое строительство без бетона было бы очень-очень трудно. Бетонные шлюзы станут лестницей, по которой корабли будут подниматься к уровню озера. Но им понадобится высокопрочный бетон, способный удержать по 121 миллиону литров воды в каждом шлюзе. Это количество приблизительно соответствует более чем 40 олимпийским плавательным бассейнам. Строительство начинается в 1904 году. Порядка 3 миллионов 400 тысяч кубометров бетона было использовано при строительстве Панамского канала. И поскольку требовалось такое большое количество бетона, пришлось построить 8 бетонных заводов прямо на месте. Другие материалы, такие как сталь или алюминий, могут проржаветь или подвергнуться коррозии в воде. Преимущество бетона в том, что вода может сделать его крепче. Для бетона вода нужна для того, чтобы завершить химическую реакцию. Собственно, если вокруг имеется немного лишней воды в момент, когда в бетоне происходит реакция, то реакция от этого становится только еще более завершенной. Это гарантирует, что бетон доходит до полной кондиции в смысле его гидротации. Это химическое связывание цемента. Для того, чтобы не было протечек, бетонная смесь для шлюзов должна быть очень плотной, чтобы вода сквозь нее не просачивалась. Бетон, который нужен для строительства канала, это не такой бетон, который нужен для строительства небоскреба. Рецептура для шлюзов будет нацелена на предотвращение протечек. Для этого строители выбирают камни поменьше для заполнителя, идущего в смесь. Испытания доказывают, что если добавить более мелкий заполнитель, то бетон получается менее пористым. Цель — получить водонепроницаемый шлюз, который пропускает воду только когда ворота открыты. Имея точно такую смесь, какая нужна, инженеры начинают строить шлюзы, которые будут контролировать воду канала между двумя океанами. В Гатунских шлюзах на Атлантической стороне канала камера каждого шлюза настолько велика, что в ней уместилось бы три статуи свободы, уложенные вдоль, и еще оставалось бы место. Только при создании этих шлюзов рабочие залили более 1,53 миллионов кубометров бетона. Эти шлюзы соединяются с искусственным озером, созданным в результате перекрытия реки Чагрес, озером Гатун. Девять лет строительства. В мае 1913 года в Гатунские шлюзы был залит последний ковш бетона. Инженеры готовятся к пробному проходу судов по каналу. Буксир Гатун проходит шлюзы 26 сентября того же года. Шлюзы работают безупречно. И годом позже на канале открывают навигацию. И вряд ли какое-то еще инженерное сооружение изменило географию планеты настолько серьезно, как Панамский канал. После почти века эксплуатации бетон Панамского канала выдержал испытания временем. Ни один другой материал не смог бы противостоять износу и амортизации с тем же успехом. Бетон соединил два океана. Но перед ним стоит еще труднейшая задача. Сможет ли бетон укротить одну из самых бурных рек Америки? А теперь вновь заглянем в науку о бетоне. Ее называли пирамидой Америки. Грандиозная плотина Гувера стала испытанием бетона на прочность. Этот бетонный колосс весом в 6 миллионов 600 тысяч тонн выдерживает напор воды в 219 тысяч 600 килограмм на квадратный метр. Силой этой воды генерируется электроэнергия для более чем миллиона людей. От неоновых огней Лас-Вегаса до автомагистрали Лос-Анджелеса. Этро-гидроэлектростанция дает 2080 мегаватт электроэнергии. Строительство плотины Гувера перевернуло представление о том, что можно достичь с помощью бетона. Но оно также изменило русло одной из величайших рек Америки, привело к затоплению древних каньонов, изменив тем самым природную среду в этом регионе. В 1905 году река Колорадо вырвалась из берегов рукотворного канала. Она затопила 388 квадратных километров низменностей Калифорнии. Это грандиозное наводнение разорило тысячи фермеров. Убытки составили миллионы долларов. Река Колорадо непредсказуема. На юго-западе существует еще одна проблема. Электроэнергия. Стремительно растущим городам Лос-Анджелесу и Фениксу отчаянно не хватает электричества. Бушующие наводнения и нехватка энергии. Две разные проблемы. Но инженеры полагают, что для обеих есть единое решение. Перекрыть плотины и реку Колорадо. Гидроэлектростанции обуздает природную мощь реки Колорадо и посредством простой механики преобразует эту энергию в столь необходимое электричество. Когда строится плотина, то обыкновенно нужно создать громадную сплошную конструкцию. В сущности, тут все дело в том, чтобы сдержать немыслимо большое количество воды. Для плотины нужен материал, который был бы достаточно крепок, чтобы сдержать бурные воды реки Колорадо. И ввиду удаленности места стройки должна быть возможность производить этот материал прямо на месте. Только один материал способен удовлетворить всем этим требованиям. Трудно даже представить, из чего бы еще как не из бетона можно было возвести плотину. Использование стали в таких масштабах обошлось бы слишком дорого. Но чтобы построить плотину Гувер, инженерам понадобится столько бетона, сколько никогда еще прежде не использовалось в рамках одного проекта. Плотина будет 221 метр высотой и 379 метров шириной. Имея дело с таким большим сооружением, невозможно залить бетон сплошной массой. Количество материала, который пошел на эту плотину, было настолько огромным, что залить бетон единым блоком не было никакой возможности. Тогда поступили так. Разделили плотину на вертикальные сегменты, а затем на отдельные блоки. Плотину Гувера пришлось строить в виде ряда отдельных блоков, которые потом соединятся друг с другом. Имея трапециевидную форму, блоки поднимаются полутораметровыми сегментами. Это ключевое техническое решение дало возможность осуществлять проект в несколько этапов. Сооружение такого масштаба из бетона никогда прежде не строилось. Сотни килограммов на квадратный сантиметр, тысячи килограммов на квадратный метр. Они давят на основание плотины и стараются спихнуть ее вниз по течению. Вот что такое плотина Гувера, выдерживающая такое немыслимое давление воды, которое пытается спихнуть ее вниз по течению. Главный инженер Фрэнк Кроу понимает, что плотина в завершенном виде должна будет сдерживать напор воды в 219 600 килограмм на квадратный метр. Для этого нужна специальная высокопрочная бетонная смесь. Как Кроу решает проблему, вносит небольшую, но меняющую все модификацию в стандартную рецептуру бетона. Очень сухая смесь, для которой нужно меньше воды. Больше количество воды делает бетон более удобоукладываемым, однако и усадка тогда больше. А усадка приводит к появлению трещин. Чем меньше воды до 7%, тем лучше и крепче бетон. Удаленность плотины также означает, что строителям придется строить две бетоносмесительные установки на месте стройки. Если привозить очень сухой бетон издалека, то он станет совершенно непригодным к употреблению к моменту, когда его доставят к плотине. Так как скорость это главное при работе с очень сухой бетонной смесью, то операторам разливочных портальных кранов приходится работать на пределе сил, заливая бетон быстро и точно. Когда бетон выдерживают, он отдает много тепла. Это результат химической реакции цемента с водой в процессе превращения в материал крепкий, как камень. Процесс выдерживания бетона является экзотермической реакцией, то есть в результате выделяется теплота. И действительно, когда неподалеку покрывают бетоном тротуар или дорогу, когда бетон застынет настолько, что к нему уже можно прикоснуться, приложите ладонь к поверхности. Она будет теплой. Это идет экзотермическая реакция. И выделяется теплота, и вы ощущаете заметное тепло. А если количество бетона, задействованного в реакции, становится больше и больше и больше, то и количество тепла, выделяемого им, становится больше и больше и больше. Инженеры рассчитали, что если бы плотину строили, заливая бетон непрерывно в единый блок, то бетон разогрелся бы настолько, что остывать ему потом до нормальной температуры пришлось бы 125 лет. Из-за чрезмерного нагрева бетон также стал бы растрескиваться и крошиться. Остывание бетона начинается с поверхности, идет далее в глубину. Если бетон остывает неровно, то он может треснуть и тем подвергнуть риску все сооружение. Вместо этого Фрэнк Кроу и его инженерная группа предлагают инновационное решение. Каждый блок оборудуется кольцами тонкостенных стальных труб. И когда начинают заливать бетон, вода из реки Колорадо начинает циркулировать по этим трубам. Суть заключается в том, чтобы положить начало процессу охлаждения, но происходящему в несколько этапов. Если бетон будет охлаждаться слишком быстро, это приведет к растрескиванию. После того, как бетон прошел стадию первоначального охлаждения, через кольца пропускается охлажденная вода с холодильной установки для завершения процесса выдерживания бетона. По мере остывания каждого блока трубы срезаются и с помощью пневматической цемент-пушки отверстия заполняются жидким цементным раствором, закачиваемым под давлением 21 кг на квадратный сантиметр. После того, как отдельные блоки остыли и затвердели, остается одна последняя проблема. Чтобы тонкие, как волос, щели между блоками не ослабили плотину, в блоках делаются вертикальные взаимосцепляющие пазы. После остывания бетонных блоков в щели этих соединений нагнетается цемент, и все сооружение связывается в гигантский бетонный монолит. Этот метод возможен благодаря одному из основополагающих свойств бетона. Бетон, как материал, очень хорошо противостоит сжатию. Чтобы построить сооружение так, чтобы знать точно, что весь бетон подвергается сжатию, вы изгибаете балку вот так, так что теперь вода давит на колонну. Что делает вода? Пытается пробиться. Тут опять все точно, как с куполом Пантеона. Только теперь давит вода. Вода пытается пропихнуть купол сквозь теснину и тем самым подвергает сооружению сжатию. А для бетона ничего лучше сжатии быть не может. Это идеальное состояние для бетона. Чем больше бетон сжимают в процессе затвердевания, тем крепче становится. Основываясь на этом свойстве бетона, можно предположить, что сегодня плотина Гувера крепче, чем была в день своего открытия 70 лет назад. Плотина Гувера является свидетельством инженерного ноу-хау и искусного использования бетона. Плотина содержит в себе такое количество бетона, что им можно было бы вымастить полосу в 5 метров шириной и 20 сантиметров толщиной от Сан-Франциско до Нью-Йорка. Более 7 миллионов 950 тысяч гектолитров цемента пошло на создание плотины Гувера, а на строительство ее работало общим числом 21 тысяча человек. Постройка этой плотины потребовала грандиозных инженерных достижений и унесла жизни более 100 человек. сегодня гигантской плотиной из бетона никого не удивишь. Но Гувер задал темп и доказал миру, что бетон способен выполнить подобную задачу и при этом помочь получить столь необходимую электроэнергию. он изменил течение одной из самых бурных рек Америки. Теперь новый вопрос. Сможет ли бетон покорить небеса? Взнойное небо над Персидским заливом врезается силуэт стройки, которая растет все выше. Предполагаемая высота сооружения является тщательно охраняемой тайной, но эксперты всего мира сходятся на том, что Бурж-Дубай может оказаться высочайшим небоскребом в мире. Это будет самое высокое здание. Нечего и сомневаться. Чемпион мира. И надолго. Строительный проект такого масштаба требует 11 экранов и самых скоростных в мире строительных подъемников высокой грузоподъемности. Здание растет с головокружительной скоростью на один этаж каждые 4 дня. И от стен до полов, колонн, лестниц этот небоскреб в пустыне по большей части состоит из бетон. из более чем из 160 тысяч кубических метров бетона. Вознесшийся до высоты более чем 670 метров, Бурж-Дубай станет драгоценной регалией Объединенных Арабских Эмиратов и является собой блистательный пример небоскреба нового поколения, стремящегося покорить небеса. Как далеко все ушло от первых скромных небоскребов из бетона, построенных более века тому назад. В начале 20 века излюбленным строительным материалом был не бетон, а сталь. Если вы строите небоскреб из стали, то, собственно говоря, Empire State Building был выстроен с таким запасом, что можно было бы надстроить 30 этажей, и все равно все соответствовало бы нынешним нормам. Итак, сталь была замечательным стройматериалом. Из стали можно строить великолепные здания, но это дорогое удовольствие. Но сталь не только дорога, она еще и создает проблему для современных небоскребов, которые вытягиваются все выше и выше в небеса. Если здание должно быть высоким, оно должно быть и жестким. И настолько проще воздвигнуть эти прочные, жесткие, толстые стены из железобетона, чем из стали, тут и сомнений быть не может. Башня Petronas в Денвере и многие другие. Если мы собираемся строить здание такой высоты, то материалом будет бетон и ничто иное. Жесткость бетона в сочетании с доступностью и сравнительно низкой стоимостью сделали его излюбленным материалом для таких небоскребов. Так как мы ориентируемся на определенный уровень комфорта, то появился железобетон. И, так как здания стали выше, то железобетон и в самом деле стал излюбленным материалом. До 1902 года самой большой высотой для здания были жалкие шесть этажей. Все изменилось после появления здания Ингл в Цинценате. Инженер Генри Хупер мечтает о монолитном здании из бетона в небоскребе в 16 этажей. Но многие инженеры полагают, что бетонная башня в 16 этажей рухнет под напором сильного ветра или даже от собственной тяжести. Когда Хупер закончил свое здание, многие были настроены скептически. Рассказывают историю, что какой-то репортер действительно не спал всю ночь, поджидая, когда же здание Ингл рухнет. Так он был уверен, что она обязательно рухнет. Это был выдающийся успех для того времени. Но имея 60 метров высоты, оно является всего лишь одним из многих в головокружительном ряде современных небоскребов. Более чем век спустя фантастический высокий небоскреб в Дубае окажется более чем в 10 раз выше здания Ингл. Каждое утро рабочие собираются в гараже здания. Возведение столь громадного бетонного здания в условиях адской жары в заливе требует значительного количества рабочей силы. Но прежде чем рабочие смогут залить хоть каплю бетона, на бетонном заводе должна быть создана идеальная смесь. Первая проблема, с которой придется справиться этому великану среди пустыни, это его собственная высота. Чем выше здание, тем больше оно гнется. И тем выше вероятность, что оно согнется до того, что начнет ломаться. Кошмарное предположение. Более старым небоскребом, как Empire State, это не грозит, потому что при их строительстве использовались массивные стальные балки и распорки. Но возведение башни почти в два раза выше требует материалы с еще большей амортизирующей способностью. Возьмем, к примеру, Empire State Building. Ветер, дующий на Empire State, создает давление, которое будет стремиться согнуть Empire State Building. Но так как мы теперь выше, вообразите высоту в два раза превосходящей Empire State, то в распоряжении ветра теперь больше поверхности, на которую оказывается давление. Собственно говоря, здание обрушивается тогда, когда его сгибают настолько, что вес его выходит за пределы площади опорной поверхности, и у здания оказывается недостаточно крепости, чтобы справиться с этим. Строителям понадобится смесь, которая будет почти такой же крепкой, как чугун, однако при том более стойкой к разрушениям, которые возникают из-за вибраций, причиняемых ветром. После продолжительных испытаний с помощью компьютерного моделирования и в аэродинамической трубе архитекторы-проектировщики Бурж-Дубая создали идеальную смесь. Она содержит шлаг, побочный продукт сталилитейной промышленности, и микрокремонезиум, который придает бетону дополнительную прочность. Если вы посмотрите на микроструктуру бетона, то там будет много-много пустот между частицами, в которых либо ничего нет, так что мы называем их порами, или же они заполнены водой. Микрокремонезиум заполняет собой эти поры пустоты, и таким образом делает бетон гораздо более плотным, износа устойчивым и крепким. А для того, чтобы наверняка убедиться, что смесь соответствует стандартам, Элам Ферроуз, управляющий по контролю за качеством бетона на строительстве Бурж-Дубай, регулярно проводит испытания бетона, прежде чем он будет использоваться в постройке. Я приведу такой пример. Насколько важно, чтобы кровь была проверена до того, как ее перельют пациенту? Это большой риск. Очень большой риск. Вот так и с бетоном. Когда бетон прошел испытание, я могу быть уверен, что то, что мы заливаем в это здание, было проверено и соответствует требованиям. Без испытаний можно было бы только гадать. Чтобы испытать прочность бетона, его небольшим кубикам дают затвердеть в холодной воде. Затем бетонный куб помещают в дробилку для нагрузочных испытаний. Этот куб выдерживает до почти 9 миллионов 843 тысяч килограммов на метр квадратный, что означает, что это высокопрочный бетон. Бетон прошел испытание успешно. Но какой бы прочной ни была эта смесь, все равно ее придется использовать в условиях знойной пустыни. Температура доходит почти до 49 градусов. Как не дать бетону нагреться в таких условиях? Строители используют обманчиво простую технологию. Ледяная стружка. Когда бетонная смесь смешивается на бетонном заводе, в нее подмешивают ледяную стружку, чтобы смесь оставалась прохладной, пока ее везут на место в бетонномешалках. Когда бетон привозят на стройку, лед уже успевает растаять, охладив всю смесь. Но теперь бетон нужно поднять на сотни метров. Ключевой технической проблемой при строительстве здания таких размеров и высоты станет прокачиваемость бетона, так как закачать бетон по вертикали на высоту порядка 700 метров требует очень высокого давления. Бетономешалки доставляют бетонную смесь к насосам. На это здание требуются три насосные станции, где разливают жидкий бетон. Насосы высокого давления прокачивают бетон через сложную систему труб. Технология этого процесса вынушает благоговейный страх. Если представлять это в категориях воды, это 300 метров водяного столба, это огромное давление. Бетон тяжелее воды в 2,5 раза, поэтому нужна гораздо более прочная система труб и нужны гораздо более мощные насосы, чтобы закачивать бетон на такую высоту. Когда заходит солнце, возвращается вторая смена, чтобы подпитывать строительным материалом растущий небоскреб. Разлив бетона осуществляется лишь ночью, для того, чтобы он мог затвердевать равномерно. сейчас, хотя уже 10 часов вечера, температура равна 37,8 градусам, а влажность составляет около 90%. Преимущество разлива бетона в таких условиях заключается в том, что так как влажность высока, у нас нет проблем с высушиванием верхней поверхности бетона, но нам остается пройти еще где-то 130 этажей. пока заливка бетона продолжается в ночи, Бурж Дубая достиг определенной вехи. 25% здания построено. Когда эта мегаконструкция будет построена, она станет возвышаться на 610 метров и будет в два раза выше Empire State Building. Она будет покрыта светоотражающим материалом для того, чтобы защитить от чрезмерного зноя и сильных ветров залива. Но здание само по себе будет построено целиком из бетона. Когда в 2008 году здание будет построено, Бурж Дубай будет высочайшим строением в мире. Как и Инглс, Бурж Дубай задал стандарты для своего времени, вновь доказав, что бетон может быть использован целым рядом способов при строительстве высочайших зданий в мире. Теперь железобетон завоевывает позиции в качестве наилучшего строительного материала для небоскребов. Бетон покорил небеса. Что его ждет дальше? Как решить строительные задачи будущего? Бетон был ключевым ингредиентом при создании нашей цивилизации. Он был основополагающей частью нашего архитектурного прошлого. А теперь он прокладывает путь для нашего будущего. Ученые разрабатывают новые рецептуры бетонных смесей, ищут способы сделать бетон прочнее, благоприятнее для окружающей среды, и придать ему качества, которые раньше казались совершенно немыслимыми. Там, где все начиналось, в самом сердце Римской империи, бетон проявил себя с совершенно неожиданной и интересной стороны. Всего нескольких километрах от Пантеона появилась юбилейная церковь, спроектированная архитектором Ричардом Мейером, и построена из нового вида бетона. Церковь была заказана римским архиепископством во знаменование двухтысячелетия христианства, потому что для этого здания требовался материал, который был бы и древним, и современным, который бы напоминал о прошлом себя, как материал будущего. Кроме того, требовался материал, способный выдержать испытания времени. Бетон это было как раз то, что надо. Церковь примечательна по ряду причин. Она имеет как составную часть три эти похожие на парусоформы, символизирующие собой Святую Троицу. Паруса церкви, которые простираются ввысь и вширь, так же, как паруса Сиднейского оперного театра, сделаны из 346 белых, предварительно отлитых железобетонных блоков. Бетон при всех его достоинствах имеет тенденцию темнеть под воздействием атмосферы. Однако Мэйр хотел, чтобы его здание оставалось белым и сумел наладить сотрудничество с местными фирмами для того, чтобы добиться желаемого эффекта. Получить бетонную смесь, в которой подмешаны фотокаталитические частицы, которые поглощают и нейтрализуют кислоты из атмосферы. Итал Чементи предложила революционное решение, новую смесь, которая и через 50 лет останется такой же незапятнанной, какой была в день открытия. Все бетонные сооружения темнеют и приходят в упадок из-за загрязненности окружающей среды. С течением времени это подпортило репутацию бетона. Но уникальные рецептуры бетона для церкви юбилея содержат в себе тайное оружие. Фотокаталитические частицы. Что они собственно делают, когда солнечный свет активизирует их? Они смешиваются с кислотами, содержащимися в атмосфере и нейтрализуют эти кислоты. Нейтрализуют пятна, которые, как правило, появляются под воздействием атмосферного загрязнения. Так что в некотором смысле перед нами самоочищающееся здание. Это испытание демонстрирует работу фотокаталитических частиц. Бетон нейтрализует загрязняющие частицы, сохраняя свой цвет и не меняясь к худшему со временем. Это революционный поворот, который, возможно, заставит нас отныне смотреть на бетон с совершенно иной стороны. Бетон теперь не просто работает на нас усердней. Он стал работать умнее. Новые развивающиеся технологии теперь сделали возможным то, что раньше было немысливым. Помогает сохранению окружающей среды и использование необычного заполнителя. Стекла. Новаторство здесь заключалось в том, чтобы добиться, чтобы стекло не разъедалось известью, содержащейся в цементной смеси. Основная проблема с бетоном заключается в том, что сильные цементные смеси довольно едкие. Они разъедают такие вещества, как стекло, и стекло выпадает. Эта рецептура цемента на самом деле была разработана в Колумбийском университете. Она гораздо менее едкая, чем обычный цемент. она позволяет подмешивать кусочки стекла, и мы получаем бетон с кусочками стекла, что дает очень красивую эффектную поверхность. Мы производим миллионы тонн мусора, твердых отходов, и в Нью-Йорке примерно 6% этих твердых отходов стекло. Вот такие бутылки. И эти вполне хорошие бутылки обычно оказываются на свалках, и налогоплательщикам обходятся в сотни миллионов долларов просто избавиться от этих бутылок. Универсальность бетона позволяет связывать его с другими материалами, в данном случае со стеклом. Первый шаг это разделить бутылки по цвету. Затем бутылки бьют. Разбитые бутылки выглядят примерно так, и с осколками этими нужно обращаться осторожно. У них острые края, и в этом заключалась одна из проблем, которую нам пришлось решать. Потому что скептики говорили, если вы будете подмешивать битое стекло в бетон, то люди, которым придется ворочать потом эти блоки, будут резать руки. Мы отвечаем нет, потому что мы разбиваем стекло в мощной дробилке ударного действия, и стекло оттуда выходит в виде таких подкусочков и такого песка, и не может поранить. В конце концов, раздробленное стекло растирают в тонкий порошок. Вот оно уже совсем как пудра, как тальк для присыпки младенцев. Таков размер частиц. Если подмешать в бетонную смесь это растертое в порошок стекло, то можно частично заменить цемент таким стеклом. Эти крупные кусочки переработанного стекла идут в бетон. Изначально ученые полагали, что переработанное стекло станет плохим заполнителем. Профессор Майер и его сотрудники нашли способ. Когда бетон делается из этих частиц стекла, да еще подобранных по цвету, то получается вот такие вещи. Это уже запущено в коммерческое производство. Вот так выглядит обычный бетон. А вот так наш бетон со стеклом после полировки. Высокоточной и тонкой полировки. И это бетон Ноллистераса. Он также может проложить путь для будущего, еще более благоприятного для окружающей среды бетона. Существуют и другие разработки, которые изменяют бетон для нужд будущего. Последние сто лет архитекторы и строители бьются над вопросом, как дать доступ свету в бетонные сооружения, дома и конторы более эффективным способом. Один из величайших недостатков бетона заключается в том, что строения из него получаются темными, не проводят свет с достаточной эффективностью. Эксперты работают над тем, чтобы изменить это положение вещей. Вот это кусок бетона Lighter Con, который пропускает свет. На первый взгляд сама идея кажется странной, но сделано было в сущности следующее. Взяли стандартный бетон и добавили в него стекловолокно. Так что то, что вы видите, это синий светодиод, свет которого проходит по стекловолокнам, вмешанным в бетон. Только представьте бетон, сквозь который может проходить свет, и бетонный блок, сквозь который человек может отбросить тень. Так же точно может проходить и обычный дневной свет. Идея заключается в том, что из такого бетона можно строить сооружение, в которое свет будет проникать сквозь бетонные структурные элементы. Светопроводящий бетон, или Lighter Con, это уникальный вид бетона, в котором используются стекловолокна, которые и проводят свет. Это позволит создавать массивные сооружения, сквозь которые будет литься солнечный свет. Эта технология возможно совершенно изменит представление о внешнем виде бетона. Когда-то он считался холодным и безликим, но новые технологии преображают его как материал. То, что вначале было основным из строя материалов, теперь вырывается на передний край строительства и архитектуры. Бетон ожидает в буквальном смысле безграничное будущее. Главное в бетоне это то, что это материал, продолжающий изобретать сам себя заново. Бетон продолжает приноравливаться к все новым задачам, которые ставит перед ним наш мир и закладывает фундамент для нашего будущего. субтитры субтитры